Добрый вечер. Меня слышно? Слышно? Кивните. Спасибо большое. Я вижу, что нас немного, но что же, будем надеяться, что следующее... Мы начинаем. Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Ехиэль Фишзон, я сотрудник Центра наследия Минахима Бигина. Вот мы тут, сзади меня наш символ. И мы начинаем цикл из пяти лекций, и даже не лекций, бесед, которые посвящены проблемам лидерства в современной еврейской истории. Поскольку мы Центр наследия Минахима Бигина, то, естественно, большая часть этих бесед будет посвящена, и это понятно, это нормально, тому, той части еврейского, и, скажем, нет, сионистского движения, которое называется ревизионизмом. Это Жаботинский, это Бигин, это Шамир, Давид Разиэль, и так далее, и так далее, и так далее. Но и это будет в следующих наших лекциях. Более того, мы пришьем к этим лекциям и человека, который не был ревизионистом по своей идеологии, о которой мы будем говорить. Это Трумпельдор, он не знал, что он ревизионист, но был сионистом, но он входит в ревизионистский миф, о котором мы тоже будем говорить, что такое идея ревизионизма, миф ревизионизма, лидерство в ревизионизме, в ревизионистском сионизме. И поэтому наши четыре последующие лекции будут этому посвящены. Но первый и главный вопрос сегодня – это вообще, что такое лидерство, и особенно лидерство в еврейской истории. Неважно, какой. Мы еще дойдем до современной, но вообще неважно, какой. И когда я начал для себя, для себя самого, выяснять этот вопрос, вдруг мне стало понятным, что мы с вами, в общем-то, вот этой лекции открываем до сих пор неизведанные глубины, если можно так сказать, еврейской истории. Потому что в действительности, если вы вдумаетесь, вы не найдете никаких исследований о лидерстве в еврейской истории, в истории еврейского народа. Нет такого. Я в свое время, в 90-м году прослушал маленький курс о лидерстве современной еврейской истории, у такого нафталипрата вечная ему память, в еврейском университете. Есть несколько книг, которые об этом говорят. Бенцион Натаниял, отец нынешнего премьер-министра, занимался этим вопросом. У Амна Рубинштейна есть небольшая книга, но в действительности, в действительности, ну, еще пары, я полагаю, но в действительности это все эмпирические описания. А суть, смысл, типы, виды, те идеи, которые евреи, конкретно евреи вкладывают в понятие лидерства, что такое лидер в еврейской истории, это вопрос совершенно невыясненный, не сделанный, не существует по нему никаких исследований, и в сущности наша с вами сегодняшняя лекция может послужить, как это ни странно слышать там или понимать, может послужить некой ступенью для тех, кто будет этим по-настоящему заниматься. Потому что я очень хочу, чтобы в конце нашей сегодняшней беседы мы с вами поговорили. Я знаю, что довольно сложно здесь задавать вопросы. Это невозможно. Я и вас не слышу. Вы меня слышите, но я вас не слышу. Но при помощи вопросов, которые вы будете писать, которые дойдут до меня через... Через WhatsApp я постараюсь ответить, если не на этой лекции, то на следующей. Я вообще хочу, чтобы вот эти пять лекций, которые будут, они представляли собой не столько мои лекционные... выявление моих лекционных умений и знаний, сколько ваше обучение. Обучение чему? Все той же истории удивительного народа, который называется евреем, или сыновья Израиля, или иудеи, который существует четыре тысячи лет, является определенным образом, образцом для тех или иных построений исторических или литературоведческих, или религиоведческих, или культурологических. То есть столько можно интересного и многого говорить, рассказывая о евреях, хорошего и плохого, каждый выбирает для себя, что мы являемся притчевоязыцах во всех смыслах этого слова. И поэтому давайте поговорим о типах лидеров в еврейской истории и вообще о лидерах еврейской истории. Но прежде всего, перед тем, как мы поговорим о еврейской истории, мы зайдем в вопрос, который называется «А существует ли вообще теория лидерства?» Есть ли какие-нибудь теории, которые говорят о том, какие бывают лидеры? В действительности таких теорий весьма мало. В области социологии они начинаются с Макса Вебера, это граница 19-20 века. У него есть исследование, в котором рассказывается, что всего лидерства есть три вида. традиционная, то есть передающаяся, тут по принципу передачи, традиционная, передающаяся от, скажем, если это монархия, от отца к сыну, если это какие-нибудь племенные вожди, там более сложная или наоборот более несложная система, кто сильнее, но это тоже традиция. есть, скажем, легальная, то есть когда лидер избирается, и есть, он называет это харизматическое, когда лидер захватывает власть, потому что он такой харизматик. У меня даже есть по этому поводу для вас картинка. Я не великий мастер, я вам честно признаюсь, это впервые я по зуму работаю, поэтому если мять не получится, не обижайтесь, но сейчас попробую вам изобразить картинку. Да, вот, попробую. намус. Отслышим. О! Вот смотрите, вот смотрите, видите, типология политического лидерства. Значит, вот он, вот он, вот он, Макс Вебер, по типу лидерства, традиционное, легальное, харизматическое. По методам, это, лидеры лисы, лидеры львы, поверьте мне, что можно тут еще много придумать, лидеры шакалы, лидеры попугаи, не знаю, все что угодно. Я честно вам признаюсь, с моей точки зрения, все это весьма, весьма примитивно, по характеру, там, конструктивное, деструктивное, по имиджу. Это такая, Маргарет Херман, ныне живущая, преподавательница социологии в Соединенных Штатах, это знаменоносец, служитель, торговец, пожарный, по стилю руководства авторитарное, демократическое, по форме формальное, неформальное, по целям консерваторы, реформаторы, революционеры и по концентрации власти диктатор, марионетка, партнер. Вот, в сущности, у меня там есть еще разные картинки для вас, но в сущности можно и дальше не листать. Хотя... Нужно полистать там. Да, не получается. Вот, видите, поэта по Веберу, вот как раз, со всякими примерами, очень смешными. Тот, кто успевает смотреть, тому это все очень смешно. Очень смешно. И все очень примитивно, я хочу вам сказать. Теория личностных черт, ситуационная теория, психологическая теория. В основе лидерства лежит бессознательное влечение к власти, лидер старается избавиться от своих комплексов путем навязывания своей воли другим людям. ситуационная – это в результате удачного сочетания ряда моментов, конституентов, активисты, последователи, избиратели – это лидер является выразительным волей своих последователей. Интегративная теория, личностные черты, ум, твердая воля, целеустремленность, реанимизаторские способности, компетентность. Но если мы всмотримся во все это, если мы всмотримся, мы поймем, что все это… Что все это… Сейчас я это выключу. Вот. Все, видно меня снова? Если мы посмотрим на все это, мы поймем, что… Понимаете? Это очень описательные вещи. И они по-настоящему не отражают реалии, которые есть в истории вообще. И поэтому я хочу предложить вам поискать при помощи еврейской истории какие-то другие константы, какие-то другие типы, какие-то другие подходы, формы, виды и именно лидеров для того, чтобы, ну, может быть, составить нашу с вами теорию, вы знаете, там, это вот была Маргарет Херман, Макс Вебер, а мы тут будем наш коллоквиум, не знаю, теория нашего коллоквия. И вот я вам хочу предложить по этому поводу хочу вам предложить по этому поводу взглянуть на еврейскую историю и увидеть, что она, эта еврейская история и особенности типы лидера в ней, они по-своему, как бы вам сказать, это неправильное слово, нужно найти другое, но я пока мест не нахожу, они девиантны. то есть девиантность это такая, в общем, способность выйти за пределы обыкновенного. Обычно это у Дергейма, это еще один социолог, у него есть понятие, он вводит понятие девиантности, но он это вводит для случаев, скажем, случаев психических болезней, самоубийств. Вот эти люди, они девиантны. Я не могу сейчас найти другое, если вы найдете замечательно, другую характеристику, но если вы вдумаетесь, взгляните в еврейскую историю и вы поймете, что она девиантна. Вот случай с первым евреем. Первый еврей это Авраам. Посмотрите на этот случай. Это сплошная девиантность, сплошной выход за пределы нормальной жизни. Он уходит из дома, потому что это ему так говорит Бог, который говорит ему уйди из дома твоего, от отца твоего. Он забирает с собой половину семьи. Он приходит место, где живут самые разнообразные народы и не присоединяется к ним, что было бы логично. Можно себе представить параллель этой истории, истории Авраама, допустим, классическая римская история Вергилиевская Энеида. Ведь Вергилий же он описывает, что Эней, который бежит из разрушенной Трои, приплывает путем разнообразных путешествий, приключений, приплывает в Италию и там присоединил к себе разнообразные народы, Сабины, Сомниты, Этруски и прочие Италики становятся великим Римом. в конце концов это комплимент династии Юлиев-Клавдиев, точнее он еще не знал, что будут Клавдиев-Юлиев, Каюлий-Цезарь, Октавиан-Август, Вергилий делает такой комплимент, потому что они себя возводят к Энею. Видите, казалось бы, вполне, так сказать, нормально, нормальная, так сказать, воин с группой сотоварищей, он же Кищек Харивы сестра Яхлыбит, понимаете? Вот это такая классическая история. История Авраама является девиантной, она не классическая. Он приходит, он не хочет присоединяться, у него есть с самого начала проблемы с лидерством, потому что у него есть любимый племянник, которого он привел с собой, поскольку он бездетен, он на него хочет оставить наследство свое, свои стада, он приходит со стадами, при этом он не пастух, он хозяин, и вот он приходит и начинает путешествовать, ходить с этими стадами огромными по Ханаану, ссориться с лотом, они расходятся, потом у него нет детей, ему приходится взять служанку, затем все-таки в 99 лет, смотрите, все девиантно, 99 лет, ему приходит, у него вдруг появляется ребенок, и он его ведет убивать. И это главная и сущностная, и важнейшая составляющая начала еврейской истории. Зарезал бы Авраам Исаака, никаких бы евреев бы не было. Или они бы назывались там сразу Ишмаэлиты, потому что сына служанки он Ишмаэль, Исмаил. Понимаете, как? И дальше то же самое. Больше, чтобы ему приходится проблемно общаться с руководством стран, по которым он путешествует, у него проблемы с египетским фараоном, которые забирают у него жену, а потом возвращают, потому что Бог с Авраамом, и то же самое с царем Герара, то есть повторяющиеся истории, то же самое происходит с его сыном Исааком. Более того, для Исаака посылают Бог знает куда, в далекие страны, на ту родину, слугу, чтобы привел оттуда ему жену. Неправильно, ведь для того, чтобы внедриться в землю, в которую он пришел жить, нужно наоборот жениться на местных. Классический пример болгары, которые возникли от помеси славянских народов и болгарских тюркских племен. Специально женились. Александр Македонский женился сам и своих ближайших сотоварищей числом сотнями он женил на персиянках. Вот он подход. Авраам так не поступает. И сын его не такой, тоже девиантный. И внук его, Иаков, тоже с такими же проблемами. Он не живет правильной логической жизнью. все эти истории показывают, что с самого начала типы лидерства, которые существуют в еврейском народе, это еще не еврейские народы, только семья Авраамова, все эти типы, они необыкновенные. Они, в общем-то, по-настоящему не похожи на те, которые мы читаем в любой другой истории, будя на китайской, будя на индийской, будя на североевропейской, другой средиземноморской, персидской и так далее. Это удивительное, отдельное построение, но что интересно, если мы вдумаемся, мы увидим, что потом, в дальнейшем, человечество будет выстраивать свое поведение именно по вот этому девиантному, еще раз повторюсь, это неправильное слово, я не могу найти, я поэтому и повторяю его постоянно, постоянно ища замену, по этому типу поведения. Дальше, больше, вместо того, чтобы распространяться семьей, братья продают одного, да, 12 сыновей Иакова, продают своего брата в рабство, и тот потом, через много лет, забирает всю семью к себе. Понимаете, можно верить в то, что написано в Торе, в еврейской части Библии, можно не верить, это личное право каждого человека, но, тем не менее, рассказанное там является удивительной историей, в общем-то, малоповторяющейся, или, скажем, загадочной историей, тем не менее, брат забирает всех остальных, и отца, в Египет, где они начинают жить, и в Египте они живут и становятся народом. Ну, вдумайтесь, разве народом становятся на чужбине? Разве это реальное поведение того или иного народа? Народом становятся на своей родине. Вот они, Бог им сказал, прийти и заполнить, что он отдаст Аврааму от такого-то места до такого-то. Авраам приходит, несколько поколений проходит, они уходят в Египет, и там становятся народом. И несколько дней тому назад мы праздновали шаблот, праздник дарования Торы при выходе евреям из Египта и возвращение в ту страну, которая им была завещана. И вот это вот движение туда-назад. Туда-назад происходит на всей, на всем четыретысячелетнем пути этого народа. Пришел, ушел, пришли, ушли, еще больше пришли, еще больше ушли, еще и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Если мы разберемся, то вот этот вот момент возвращения, момент возвращения, он является, ну как бы, если так вот честно говоря, он является сшивающим, обобщающим моментом еврейской истории. Не жизнь где-то и не жизнь в самой стране, а момент возвращения в страну, как у этого есть название, шиба цион, вот это, это есть главная и основополагающая составляющая еврейской истории. Более того, как раз и лидерство, и вопрос самого лидерства, он связан всегда с вот этим вот движением. Мы можем себе представить еврейскую историю как некий ромб, как некий ромб, где наверху это вопрос периода истории, внизу место с левой стороны это лидер или лидеры, с правой стороны это народ, народная масса, а посередине цель. И вот эта вот цель это движение, о котором мы с вами говорили. Даже если евреи живут в своей стране, как это происходит сейчас, мы в очередной раз вернулись, обычно считается, что это третье возвращение, в действительности это больше, если мы посчитаем. Так вот, если мы вдумаемся в нынешнее, в нынешнее, сегодняшнее движение, то если мы не физически передвигаемся в Сирене, мысленно рыщем по этой земле, по этой стране, это есть главное движение. Итак, давайте посмотрим вообще на всю еврейскую историю очень коротко. Итак, патриархи, их движение, потом возвращение с Моисеем, Аароном и Ишуа-бен-нуном, Иисусом-навином, вот еще одно движение, потом начинается период судей, за периодом судей начинается период царей, царей и пророков, за периодом царей и пророков изгнание в Вавион, но перед этим изгнание в Ассирию, той части, да, страна разделилась на две части, не буду сейчас вам пересказывать еврейскую историю, вы ее достаточно все знаете, но изгнание в Ассирию и определенное возвращение из Ассирии, оно тоже было, оно скрадено тем, что потом было изгнание в Вавион, но оно было, какая-то часть народа все-таки сумела вернуться из Ассирии тем или иным путем, а затем мы говорим о возвращении из Вавионского пленения, а затем о колониальной жизни, здесь вот период такой, можно его назвать, так сказать, период колонии, эта страна является колонией, Персия, Александр Македонского, Птолемеев, Телепкидов происходит разнообразная, а потом снова самостоятельная страна, пусть ненадолго, но снова самостоятельная, это хосмонейский период, и можно даже сказать, пусть даже и начало Иродианского, а потом снова идет разрушение, уход, причем уход этот, в отличие от того, что мы обычно говорим, что евреи 2000 лет уходили в Гауд, это же не, ушли в Гауд 2000 лет, это неверно, уходили частями, какая-то часть ушла раньше, это Иудеи, какая-то позже, это Южная Иудея, какая-то еще позже, это Галилея, понимаете, то есть вот это постоянное движение, попытки возвращения, попытки возвращения, это вместе с персами в 610-х годах, это во времена мусульманские вместе с ранними мусульманами, потом движение караимов, это 8-9 век, затем длительный период, сколько здесь крестоносцы, воины, длительный период отсутствия, потом снова начинается возвращение теле иным путем, подстегиваемое теми или другими событиями уже там, в Галуте. Галут нам кажется некой однообразной, в действительности это огромная жизнь, огромная жизнь, не разная, в разных странах по-разному, принимающая разнообразную форму. вот эти вот, не знаю, скажем, 1500 лет Галут, 1600, не принципиально, 1700 для кого-то, для кого-то еще больше. То есть вот эта вот жизнь, она приводит нас к, что мы должны увидеть, что еврейское лидерство, оно в сущности, если мы вдумаемся, оно такое и есть, оно по тем типам, какие были в еврейские периоды, были патриархи, значит, есть тип еврейского лидерства патриархов, пастыри, назовем это так, были пророки, значит, есть пророческий тип лидерства, были цари, царский тип лидерства, были, не знаю, там, вожди, воины, такой тип лидерства, были мудрецы, такой тип лидерства, были, не знаю, там, провидцы, Такой тип лидерства. То есть все это оказывается, все эти части, формы, виды еврейской истории, они вдруг взяли и опрокинулись в современность. Опрокинулись не в смысле, что опрокинулись в смысле, что вылились в современность. И мы смотрим на современную историю и видим современную историю. Сейчас мы о ней поговорим, когда она возникает. И видим те же самые типы. Мы можем говорить о еврейском царе, и это Теодор Герцог. Если вы подумаете, вы поймете, что я по-своему прав, и он вовсе не похож на царя Давида, но были же у евреев другие цари. Он похож на царя Шауля, на царя Саула. Он похож отчасти на Зарубавеля, который привел евреев после Бавионского приняния. А он царский сын и царский внук. Он, извините, царский внук. То есть, вот вам типический пример. То есть, вся история еврейского народа, которая существовала 4000 лет, последние менее 200 лет, опрокинута на нас. На построение очередного еврейского государства. Очередной еврейской страны. Не царства, а республики, но у нас были теократические республики. Ничего страшного. И вот эти формы, эти виды, они типизируются, они являются типичными кодами поведения для тех людей, которые творили современную еврейскую историю. А теперь вопрос. Когда возникает современная еврейская история? Некоторые скажут мне, что это со времен французской революции. Или потрясение, там, Великая весна народов, 30-е, 40-е, 50-е годы XIX века. А я вам назову другую, очень забавную, в кавычках, забавную, в кавычках, дату, которая, с моей точки зрения, изменила лицо не только еврейского мира, но вообще мира. Вообще мира. И это произошло всего ничего 140 лет тому назад. 1 марта 1881 года. Народная воля убила государя-императора Александра II. Через несколько недель начинается период, который называется в еврейской истории Суфот-Хан-Негев. Буря в Негеве. Это происходившее в апреле 1881-мая 1882 года погромы, которые привели к трем удивительным результатам. Причем, я хочу вам сказать, эти погромы, там было буквально несколько человек убитых. То есть, по сравнению с тем, что потом было в 1905 году, или в 1917-20, или уж не говоря о Холокосте, это просто, даже Кишиневский погром, несравнимо, так сказать, все это несравнимо. В большей степени грабили, в большей степени били, в большей степени издевались, насиловали. Но, в общем-то, это не были какие-то значительные погромы. Но обратите внимание, что произошло. Произошло то, что после вот этих вот годовых погромов, которые правительство Александра III пыталось подавить несколькими путями. С одной стороны, в действительности, было арестовано, что это было в 166 местах. Главные места это Киев, Варшавя было. Ну, не важно, не принципиально. Принципиально, что это в основном, это как раз юг того, что нынче называется Украина. Тогда это были несколько губерний южных российских. Было арестовано там 3000 человек, было на мелкие сроки осуждено около 2000, имеется в виду погромщиков. Правда, были введены законы, которые ограничивали еврейские возможности, данные убитым императором. Надо сказать, что Александр II был наиболее либеральным по отношению к евреям царем. Три результата этих событий. Первое. Два миллиона человек, евреев, уехали из Российской империи в течение ближайших 30 лет. Два миллиона. В основном это люди, которые приехали, некоторые остались в Британии, некоторые задержались в Германии, были люди, задержавшиеся в Австро-Венгрии, но в основном эти люди уехали в Соединенные Штаты. И тот средний класс, который мы знаем в Соединенных Штатах, все эти крупный и средний класс, все эти бизнесмены, все эти люди искусства, культура, врачи, адвокаты, торговцы, это все потомки этих чуть меньше двух миллионов человек. В сущности, если мы вдумаемся, современная Америка построена этими беглецами. Это первое. Второе. Огромное количество людей уходит в русскую революцию. Я подчеркиваю, в русскую революцию. Не то, что в русскую культуру, а именно в русскую революцию. Это очень удивительно. В действительности, внутри народной воли, кроме там Гесси Гельфанд, которая держала конспиративную квартиру, не было ни одного. И вообще евреи не принимали большое участие ни в каких русских национальных движениях. Более того, в польских, в антирусских, еще как принимали, очень много русских. И вдруг, вот как ответ, хотя, между прочим, забавно, что народная воля, еще не арестованная полностью, издала даже антиеврейскую листовку, но, правда, не распространяла ее, она была найдена. И вот, оказывается, огромное количество людей в ответ на это, на все, бросается в русскую революцию. Потому что нужно изменить те условия, в которых, если уж они остались, не уехали, вот эти два миллиона человек, то нужно изменить историю, нужно изменить тот уклад, который есть. И мы видим, что в русской революции евреи везде. Социал-революционеры, социал-демократы, кадеты, анархисты. Анархисты и еврейская история – это отдельная тема, потрясающая, замечательная. И так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Мы говорим, опять же, о миллионах людей, которые тем или иным способом вошли в русскую революцию. Небольшое количество активно, а все остальные как бы при ней остались. И мы знаем, что в сущности, если разобраться, то история с 1905 по 1920 год – это история, которая является, ну, в общем, одной из основополагающих в истории человечества на сегодняшний момент. И третье – всего лишь 35 тысяч человек, среди которых были не только евреи России, но и евреи Румынии, переселяются сюда, в то место, откуда я вам вещаю. И здесь начинается создание еврейского государства. Кто знает, если бы Михайлов, Морозов, Перовская, Кебальчич, Рысаков, Гриневецкий и так далее, Тригоня, вы все помните их фамилию? Если бы эти люди не убили бы императора, история могла повернуться по-другому. Как иногда бывает, важно не только, вот вам типический пример, роль лидера в истории. Лидер в данном случае Александр II, его уничтожение сыграло, ну, наверное, одно из самых потрясающих таких триггеров в истории человечества, современного. Мы не будем говорить о тех, кто уехал в Америку. Мы не будем говорить о тех, кто ушел в революцию. Хотя я хочу вам прочитать по этому поводу маленькую цитату. Если вы мне позволите. Говорится о революции пятого года. Один выигрыш от революции для меня вне всяких сомнений. Я о нем писал уже несколько раз. Это выигрыш моральный. Роль нашей молодежи в огромных событиях российского переворота создала, особенно в Европе, совершенно новое мнение о нашем народе. Этим нельзя пренебрегать. Мы, сионисты, всегда издевались над попытками апологии и были правы. Ибо апология как цель унизительно смешна и бесполезна. Личность и народ должны действовать ради своих интересов, а не ради доброго мнения соседей. И лучший способ реабилитировать себя в глазах других – это идти своей дорогой, ни на кого не оглядываясь. Ни на кого не оглядываясь. Такой реабилитацией нельзя не дорожить. Куда бы ни пошла дальше линия нашей национальной самодеятельности, нам пригодится то, что племена земли не считают нас больше народом трусов. Смотрите, как интересно. О чем вообще разговор-то оказывается? Это Жаботинский, о котором мы будем говорить на следующей лекции. О чем вообще разговор оказывается? Разговор ведется о создании народа. Мы будем об этом говорить в следующей лекции, потому что сейчас можно это продолжать. Раз мы уже начали говорить о Жаботинском, который является героем нашей следующей лекции, мне бы хотелось бы прочитать вам еще одну цитату из него, в котором он как раз говорит о лидере. Лидером этим он видит Иакова, о котором мы разговаривали раньше. Смотрите, как он его характеризует. Тех из вас, кто знает, так сказать, классическую еврейскую религиозную традицию, тот помнит, как характеризуется Иака в этой традиции. Смотрите, как его характеризует Жаботинский. Это взгляд на лидерство совершенно по-другому. «Был это удалой человек, на все руки мастер, и купец, и боец, и рыцарь, и судья, хищный и благородный, осторожный и отважный, расчетливый и сердечный, настоящий человек, широкий, с великими доблестями и недостатками, с душой, как семицветная радуга или как арпа, на которой все струны, Жизнь его была и осталась самой удивительной поэмой, какая только рассказана была на земле, и ты читай ее почаще, и учись из нее уму-разуму, учись и любить, учись и бороться, учись и хитрить, ибо земля есть волчье царство, где нужно владеть всеми орудиями защиты и натиска». Вот такой текст, друзья мои. Я прошу обратить внимание, как совершенно по-другому на то, о чем мы с вами говорили, о том, о чем мы с вами рассказывали в формах таких более-менее религиозных или исторических, как на это смотрит один из важнейших лидеров сионизма. И тут хочу я вам сказать, что в сущности время нашей лекции истекло, потому что мы уже заговорили о Жаботинском, перейдем к нему на следующей лекции. Я очень надеюсь, что все, кто был сегодня со мной, здесь со мной и останутся, еще приведут других людей, потому что вообще, по-моему, это было очень интересно. Как мне, самому все это было рассказывать очень интересно. Я вовсе, я вовсе, правда, правда, я вовсе не хочу вам сказать, что тему я на этом закрыл, потому что я хочу отложить, вот как бы общее такое, да, подведение итогов, хочу отложить на последнюю пятую лекцию и там подвести итоги по типам как раз вот этих людей или вообще, так сказать, по типам тех или иных, тех или иных лидеров. Я очень надеюсь, что вы мне ответите. А сейчас, пожалуйста, вопросы у вас есть спокойных, не знаю, 10-15 минут.